ПОПУЛЯРНАЯ ПЕВИЦА Ну, конечно, нет. Конечно, никто никогда не загадывает и не думает, как оно будет на самом деле. Я вообще, можно сказать, из музыкальной семьи. Все началось с дедушки. Дедушка когда-то пел и играл на двух инструментах. Я была маленьким ребенком, мы с ним учили различные детские песни. Естественно, мама у меня поначалу тоже пошла по стопам музыки. У нее был свой коллектив, она выступала и пела. И я, конечно, маленькая на нее смотрела и хотела прикоснуться к этому прекрасному. И хотела быть как она. Вот. А вообще я хотела быть адвокатом. Интересно. Да, у меня было такое желание. Я вот сама по себе козерог. Я упертый человек, люблю добиваться чего-то. Я думала, что вот это качество во мне, оно как раз очень хорошо сыграет именно в этой профессии. Но закончила я журналистику. Вот. И музыка была всегда со мной. Начиналось с садика, какие-то потом конкурсы, школьные выступления и так далее, и тому подобное. Но большой старт, вообще большой старт. Всему этому дал уже, когда я поступила в музыкальную школу. У нас был коллектив, хор, который представлял Россию на международных фестивалях. Назывался он «Картинки с выставки». Мы ездили по всему миру на международные фестивали. Самым ярким для меня фестивалем это была поездка в Соединенные Штаты Америки. Мы были в Сан-Франциско, в Сан-Диего, в Калифорнии, в Лос-Анджелес. То есть это такой огромный масштаб, когда дети со всего мира огромными там количествами приезжали. Мы знакомились, общались, смотрели на друг друга. У всех были разные репертуары, жанры, стили. Ну и там я уже, конечно, начала себя пробовать как сольного артиста. И вот они мне дали такое хорошее начало. И вот Ольга Борисовна Будунова, наш руководитель этого хора, она мне когда-то сказала такую хорошую фразу, которую я до сих пор использую в своей жизни. И я передаю ее людям, которые хотят учиться тому же и быть, как говорят, как я. Вот. Что если ты стоишь уже на метр выше на сцене, значит ты уже на метр выше людей, ты должна выглядеть не так, как все, и нести себя именно правильным образом. То есть тоже такое есть правило. То есть проделывать огромную работу над собой постоянно? Ну конечно, конечно. То есть, во-первых, артист должен хорошо выглядеть, чтобы на него было интересно смотреть. Он должен приятно смотреть, конечно. Не важно, температура у него, что-то у него случилось, еще какие-то различные проблемы, они не должны никогда отражаться на сцене. То есть у меня случаются, конечно, как у любого другого человека, какие-то недуги. Но, несмотря на это, как бы я всегда выхожу, и сцену для меня это как какая-то такая таблетка от всех проблем. После журналистики ты работала по профессии или как-то сразу начала заниматься сольным творчеством? Нет, я, к сожалению, даже не успела поработать. Когда я уже защищала диплом, я уже тогда была артистом, я писала диплом про себя. А, то есть как, наверное, правильно позиционировать себя, да? Да, да. Интересно. Да, я писала уже про себя, то есть когда я уже пришла писать диплом, меня спросили, ну, что вы сейчас делаете, где вы сейчас работаете, чтобы вам было интересно и вам было легко. Я сказала, ну, вот я артист, я певица, я выступаю. То есть я уже защищала диплом, у меня крутился сзади мой клип, я рассказывала, как вообще что, приводила в пример наших прекрасных звезд, которые уже вышли из Владивостока, такие как Моми Троль, там, Филов. То есть на каких-то примерах уже работала. Ну и, естественно, всем это очень нравилось, все аплодировали, и говорили, как здорово, успехов, ну, как-то так. То есть твой диплом, он уже отличался, да? Какой-то изюминкой был, потому что я впервые слышу, что так звучит вроде бы диплом про себя. Ну да, как-то так. Интересное преподнесение очень информации, здорово. Твой творческий псевдоним Ева Стар. Да. Почему именно так? Ну, вообще, может быть, для кого-то это сейчас будет открытием, для кого-то нет. Аня, наверное, даже для тебя, я не знаю. Вообще, меня зовут Эвелина. То есть... Да, для меня это открытие очень приятно. Да, для меня, то есть это мое имя, оно в паспорте, меня зовут Эвелина, там, кратко Эва. Но как-то не сложилось у меня с этим именем, я не знаю, почему, ну вот, знаешь, со школьных лет еще, когда с кем-то начинаешь знакомиться, как зовут Эвелина, как и Ирина, Элина, Алина, то есть как только меня не называли, и почему-то вот меня это начинало то ли обижать. Напрягало как-нибудь. Да, я начинала придираться к своему же имени. И потом я узнала, как верующий человек, что я Ева, Ева по-церковному. Вот. И Ева как-то, я вот стала потом уже лет 14, наверное, знакомиться с кем-то и говорит, мне зовут Ева, 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 все. То есть, естественно, были удивления, когда там где-нибудь в муниципальных там станциях говорили Эвелина. Все говорили, это кто? Я говорю, да это я, как это ты? Ну, то есть вот такие моменты. А стар, все пошло тоже с детства. Я любитель вообще аксессуаров и вещей со звездочками. Вот. Да, я не знаю почему, но как-то вот я люблю. Вот у меня в сумке, там, платья, украшения, все-все-все вот со звездочками. Ну, и как-то, я так подумала, Ева Старр. Ну, очень здорово, прикольно. Мне нравится, по крайней мере. Твой тотем такой, да? Да, наверное, это как домой тотем, верно. Здорово. У тебя, кстати, очень идет имя Ева, мне кажется. Ну, да, согласна. Я тоже уже люблю и не представляю, что меня как-то могут звать иначе. Ты исполняешь как кавер-версии, так и свою собственную музыку. Интересно, когда ты стала готова именно, ну, показывать свое творчество, да, выносить его в люди, в народ, так сказать, потому что не каждый, я знаю, что это достаточно сложно. Понятно, что ты пишешь, но многие первое время пишут в стол, как говорится. Вот когда у тебя произошел тот момент, когда ты поняла, тебе надоело петь только чужие песни, пусть и ты замечательные каверы, да, делаешь сама на них, ты хочешь петь именно свою музыку, заниматься собственным творчеством. Ну, вот что касается кавер, да, программы. Я вот сейчас являюсь солисткой группы Трибьют, мы исполняем кавера, хиты, с ребятами я уже работаю больше года, отличная команда, очень талантливые ребята, мне очень нравится с ними работать, я получаю такой прям кайф, драйв на сцене вместе с ними, вот. Но что касается уже как бы собственного творчества, к нему я, наверное, пришла лет 10 назад, вообще все началось с того, что я попала, когда-то у нас такой был фестиваль, назывался «Путь к свету». Он проходил в Гуэссе, это был фестиваль рэп, R&B, исполнителей, кстати, был очень классный фестиваль, очень жалко, что его сейчас уже нет в нашем городе, потому что приезжали ребята вообще со всего приморского края, показывали свое творчество, ну и я как-то вот начинала оттуда с рэперами понемножку, что-то где-то записывать, где-то выступать, ну, получилось достаточно интересно, здорово, даже эти все песни есть, они где-то у меня там в ВКонтакте, в старых-старых аудиозаписях, можно их найти, послушать, вот, потом у меня была работа с группой Prada, мы с ними писали альбом, там, естественно, записывали уже все песни тоже, но вот именно свою песню я первую написала 10 лет назад, она называлась «Город порт». Сейчас я вот, кстати, очень хочу переделать аранжировку этой песни, более уже на какую-то, может быть, современную музыку, современный лад, и еще раз ее выпустить в свет как более свежий продукт, потому что, ну, конечно, 10-летняя давность, она там сказывается и в музыке, и в аранжировке, да, конечно. Возможности. Возможности, да. Поэтому эта песня была вообще записана, ну, про Владивосток, я очень люблю свой город, люблю все, где я живу, люблю этих людей, море, не знаю, как все люди живут без моря, для меня это непонятно, вот, но 10 лет назад, да, вот пришла к тому, что надо писать свое. Естественно, как творческий человек, я испытываю какие-то переживания, какие-то эмоции различные, и только благодаря им я могу что-то писать. Писать ни о чем я не могу. То есть, когда мне там говорили, почему ты, вот, у тебя родилась дочь, и ты не написала никакую песню, ну, связующую с этим. Я говорю, ну, потому что, наверное, я еще к этому не пришла, ну, то есть я еще не почувствовала, да, там, что я готова это написать сейчас. Большинство моих песен все о любви, вот, о чувствах, поэтому я считаю, что это нормально. Ну, то есть твои песни, твое творчество, это все-таки больше собственный опыт, собственные переживания. Да, я пишу только о том, что было в моей жизни. Ева, давай сейчас сделаем небольшую паузу, и мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор с Евой Стар. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с певицей Евой Стар. Ева, я думаю, что стоит уже наконец-то рассказать про твой новый клип, новую песню, она называется, как я говорила в начале программы, «Забанин». Да, верно. Расскажи нам о ней все самое интересное. Ну, вообще, как бы, у меня был очень долгий такой творческий перерыв, из-за того, что у меня родился ребенок. Все было стабильно, все было хорошо, и, естественно, как-то эмоций никаких вообще не было. То есть все было хорошо. Вот. И случилось так, что я познакомилась с украинским продюсером, который работает с Арти Касте, с Ани Лорак, вот пишет для них музыку, песни и так далее. Я ему, вот, мы с ним поговорили, рассказала ему историю, что вот хотелось бы что-то вот такое написать, про вот такую эмоцию жизни. Ну, вот мы с ним поработали, и получился такой продукт. То есть песня вышла, все вообще были очень довольны, потому что сама фраза «Забанин», она такая яркая, необычная, как… И актуальная. Да, как новые слова по хайп, там, да, вот что-то такое, ну, вот как-то оттуда, мне кажется. И мы вот стали, собственно, работать, записали, все получилось. Песня теперь можно скачать и в iTunes, и на Яндексе, и на Google Play, ну, в общем, мы сейчас везде, как бы люди очень быстро подхватили эту информацию, стали снимать какие-то маленькие видеоролики, там мне присылать. Конечно, мне было очень приятно, что песня зашла, всем понравилась. Вот. Ну, и я поняла, что раз мы сделали уже такой качественный продукт песни, сейчас очень все завязано на картинке, и, естественно, зрителю нужна картинка. Я стала искать, естественно, в нашем городе, кто бы мне смог снять клип такого хорошего, качественного формата. Я познакомилась с таким прекрасным, творческим человеком, Вадиком, Вадик Шадрин. Рассказала ему свою историю, что бы я хотела сделать, и он мне сказал, давай попробуем. Ну вот, мы сняли клип. Конечно, было тяжело, два съемочных дня по 12 часов. Первый день вообще у нас был с 7 часов вечера до 6 утра. Ну, было очень тяжело, конечно, для меня, потому что у меня такой более уже режим свой есть, да, благодаря ребенку. Я понимаю, что мне надо уже рано вставать. То есть, а я приехала, а мне уже, грубо говоря, вставать. Вот, поэтому было сложно первый день, но я понимала, как непросто снимать клипы такие профессиональные. Это не час, не два, не три, а именно уже вот чуть ли не всю ночь. Ну, у нас очень хорошо получилось. Второй день мы уже снимали дома. Была уже более такая, как бы, обстановка домашняя, спокойная, где-то можно было посидеть, полежать. Вот, но все получилось. Команда прекрасная, ребята очень профессионально подошли к делу. То есть, он работал в Адик, и у него еще было пять ребят, которые помогали ему это все делать. Вот. Ну, работа получилась, поэтому, пожалуйста, можно посмотреть ее сейчас на моем канале в YouTube, поставить лайки, написать какие-то комментарии, потому что я очень люблю читать отзывы от людей и понимать, нравится, что не нравится, может быть, что-то можно было сделать иначе. Вот. Ну, хотя по мне получилось все так, как получилось по моему сценарию. То есть, твои ожидания абсолютно оправдались? Да, мои ожидания абсолютно оправдались. Все верно. Я немножечко знаю, что такое съемки. Понятно, что музыкальный клип — это своя специфика, но я точно знаю, что снимается очень-очень много материала и, конечно, выбирается уже при монтаже, на постпродакшене, уже, естественно, готовый результат. Это совсем не то, что за кулисами. Зрители видят совсем не ту картинку, которая была там на съемках. Удивил ли тебя какой-то момент, когда ты посмотрела конечный результат? Ну, конечно, то есть, когда зритель смотрит, который не был в этом процессе, не знал, что там происходило, ну, для него все как бы хорошо, красиво, ровно. Так как мы работали там и с фаерщиками, и у меня был страх, во-первых, что мне, наверное, спалят сейчас волосы, потому что я была на такой платформе, которая постоянно двигалась, и устоять на ней, и что-то... Ну да, еще же нужно играть. Да, играть как артист. Для меня, ну, конечно, я очень сильно переживала, потому что я упаду или еще что-то. Ну, и были и падения, и какие-то смешные ситуации. Я думаю, что потом мы сделаем какой-нибудь бэкстейдж, таких вот киноляпов, как-то называется, и все посмеемся еще над этим, как это все было. Вот. Ну, и во второй день, во второй день съемок, где я уезжаю на машине, погода сыграла в ней нашу пользу. Был очень сильный ветер, лил дождь. И так как мы снимали в гараже, на Энгершельде, гараж был открытый, то есть он не закрыт. И мы боялись, что что-нибудь упадет, разобьется, лампа какая-нибудь, свет. Ну, все получилось, все было здорово. И, естественно, зритель не заметит этих моментов. Он будет думать, что все так, как надо, как идеально. Ну, к тому вы и стремились, собственно, к результату. Ну, конечно, конечно. Ты постоянно работаешь над собой. Да. Всегда развиваешься. Это очень классное качество, потому что даже люди творческой профессии зачастую не понимают, что нельзя останавливаться на достигнутом. Они приходят к какой-то цели и на этом успокаиваются. Ты совершенно не тот человек, как мне кажется. Ты своего добьешься всегда. Ты об этом сама сказала в начале программы. Я хочу, чтобы ты сейчас поделилась, может быть, если тебе нетрудно будет это сделать, если ты захочешь, какими-то секретами успеха певицы, да, во Владивостоке. Какой бы совет ты дала начинающим исполнительницам? Ты ведь тоже когда-то только-только начинала выступать, у тебя были какие-то страхи, волнения, опасения, их не могло не быть. Расскажи немножко об этом. Ну, страх перед сценой всегда есть. У всех, даже у профессиональных артистов. Я в свое время, год назад, поработала с группой Ленинград, когда они приезжали к Новому Владивосток. И даже у них, я обратила внимание, что у них есть страх, они каким-то командным духом собираются на сцену. Хотя казалось бы, у ребят столько выступлений, площадок. Да и подача материала такая жесткая. Должно быть все классно. А тут как-то так получилось, что я увидела не только я или начинающие артисты боятся сцены. Но как только я на нее как-то встаю, у меня как-то все ровно, я никогда не смотрю людям в глаза на сцене. Может быть, это, конечно, не очень хорошая черта. Я с ней, конечно, работаю. Я смотрю на только проверенных, возможно, людей в зале, которых я знаю. И я не испугаюсь их эмоций, их взглядов. У меня была такая ситуация, давно достаточно. Я работала на мероприятии и, естественно, передо мной сидел зал за столами. Тут никто не танцевал, они просто сидели и смотрели на сцену. Я пела какую-то такую, по-моему, сложную песню. И я посмотрела на девушку в глаза, а она на меня. И она как-то сделала такую эмоцию, только вот она засмеялась, ну что-то как-то вот так, что-то вот такое вот. И меня это почему-то смутило внутри, прям резко. И я забыла слова. Выбилась. Ну, то есть все, я потерялась, но благо я как бы уже там на профессиональном уровне, я, конечно, умею обходить такие ситуации, то есть как-то быстренько под них подстраиваться, чтобы никто этого не заметил, потому что не всегда все знают слова песни, да, они знают, как там вообще все построено. Может быть, так нужно. Да, может быть, вообще так было нужно. Да, это такой кавер-трек. В общем, совет, конечно, не бояться сцены, быть уверенной в себе, в первую очередь любить себя и быть максимально всегда уверенным, начиная от своего образа и так далее. То есть у меня даже бывают такие случаи, что я, если у меня ног где-то сломан, я, короче, очень сильно переживаю, я пытаюсь его сюда закрывать, то есть не показывать его зрителю или у меня там где-то, то есть, может быть, какая-то царапина бывает, да, все это бывает, у меня все люди. И, естественно, где-то я вот очень сильно переживаю за эти моменты, но чтобы их избежать, нужно быть максимально подготовленным. То есть ты артиста, должна вот быть уверена в себе, ты как поезд, который ведущий вагоны, показывает, что у тебя все хорошо, ты лучше всех, я не знаю, как-то вот так. Ну, настраивать себя какой-то должен быть настрой, потому что, когда я пробовала преподавать вокал эстрадный по осени, ко мне приходили девочки и говорили мне, я вот тоже хочу быть как ты. Я говорю, что значит как я? Ну, то есть, для меня это было непонятно какое-то слово. Он говорит, ну, вот ты вот всегда такая красивая, у тебя так все хорошо на сцене, тебя все знают, все любят, везде тебя приглашают, там, ты везде выступаешь. Я говорю, ну, так это тоже была большая работа, большая работа над собой. Раньше я звонила и говорила, здравствуйте, я бы хотела у вас выступить, а сейчас мне звонят, и порой я даже очень многим сейчас отказываю. Не из-за того, что я там звезда, нет, это не так, а все из-за того, что у меня действительно очень плотный график в последнее время, и со мной, чтобы связаться, и чтобы я выступила, нужно хотя бы полтора месяца. То есть полтора месяца, вот, и я пытаюсь всем всегда это корректно озвенчить, чтобы никто не обижался, потому что, когда мне звонят, вот у нас открытие, вот очень хотим, я говорю, к сожалению, у меня эта дата занята, я не могу уже. Ну вот, то есть начинаются какие-то обиды, ну, я говорю, не обижайтесь, я иду к вам через полтора месяца выступлю у вас там, и так далее, и тому подобное. Поэтому уже большинство моих заказчиков, с которыми я работаю, они знают, что мне лучше звонить пораньше, вот, заранее, так сказать. Вот, девочкам всегда говорю, начните любить себя, и выбирайте те песни, и ту музыку, которая будет вам по душе, которую вы будете получать удовольствие, которая будет вам подходить по вокалу, в которой вы сможете сделать то, чего вы, допустим, допустим, не смог другой артист, другой исполнитель, что у всех есть свои фишки, свои какие-то такие вот нюансики, которые вкусно можно подать и продать, естественно. Вот, поэтому у нас Владивосток вообще очень, очень-очень талантливый город, у нас очень много артистов, групп, команд, исполнителей, я очень горжусь, что мы такие, и что у нас здесь это все есть, и мне очень приятно сюда пересекаться на площадках со своими коллегами, вот, и понимать, что мы вот такие классные, короче, мы Владивосток. На очень достойном уровне. Да. Ты только что сказала, в начале программы сказала, что очень любишь Владивосток, у тебя, дай бог так и будет, очень успешно развивается карьера, наверное, традиционный, стандартный вопрос, который не могу тебе не задать, не планируешь ли ты ехать туда, в столице? Ну, конечно, были планы, были какие-то приглашения, но учитывая то, что здесь как-то я уже пустила корни, да, я не поеду в центральную Россию, пока мне не предложат что-то более, более крутое. Вот, наверное, так. То есть, если мне позвонят и скажут, Ева, вот я такой-то продюсер, там, не знаю, я бы хотела, то есть, какие-то вот конкретные уже задачи передо мной поставлены, а ехать, как все наобум, туда и стучаться в каждую дверь, ты там никому не нужен, ну, никто тебя не знает, и поэтому я считаю, что, чтобы куда-то ехать, нужно понять, куда ты едешь и зачем. То есть, быть готовым. Быть готовым. Поэтому я думаю, что когда-нибудь мне позвонят или я с кем-то познакомлюсь с человеком, который заинтересуется моим творчеством, моей личностью, моими желаниями, и самое главное, иметь желание вообще, потому что, если его нет, то тогда нет смысла вообще присутствия. Если человек не развивается, то есть, не пишет свои песни, не пытается выделяться на фоне всех, делать что-то не так, как все, он, естественно, будет никому не интересен. Ну, то есть, да, хорошо поешь, там, хорошо танцуешь, но, а что дальше? То есть, всегда задается вопрос, как-то вот, собственно, ты мне сейчас задала, да, что дальше? Вот, ну, я говорю, что я буду ждать, когда кто-нибудь когда-нибудь мне что-то предложит, но, несмотря на это, я буду работать над собой, над своими песнями, над своим качеством вообще работы, вот, и буду делать это до тех пор, пока, наверное, мне это не получится. Но если не получится, то, я уже своему супругу говорила об этом, что открою школу и буду учить делать классно, круто. Ева, пусть все твои планы осуществляются, мечты сбываются, пусть все будет так, как ты захочешь. Спасибо тебе огромное за этот разговор, спасибо за то, что нашла время и пришла к нам сегодня. Я думаю, что сейчас наши телезрители вместе с нами с удовольствием посмотрят новый клип певицы из Владивостока, Евы Стар, на песню «Забанин», прямо сейчас на восьмом канале. А это была программа «Время говорить». С вами работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. «Время получения» «Время получения» «Идискайте». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...